Люди, я вернулся! Вам всем пиздец! Потому что я решил поменять ориентацию. О, мига, ты гей! В смысле, в обзоростроении. Вы только вдумайтесь, что я последний год пилю видосы только по Старворсу. Ты псих, что ли? Именно поэтому я решил поиграть в ностальги у дедов и запустить величайший шедевр, которому растукнуло очко лет. Да, когда-то я уже делал обзор на третью часть Макса Пэйна, пропустив первые две, а поэтому считаете, что я отдаю должок. Больной Максим поистине удивительный проект, которым финская студия Remedy покорила всех пориджей того времени. Но всё удалось не так просто, игра была в разработке целых пять лет с 1996 года, из-за чего к концу разработки в 2001 году главная фишка игры Bullet Time воспринималась как мейнстрим, после удачного раскрытия той же фишки в фильме Матрица, так как он вышел в 1999 году. Это печально. Но помимо Bullet Time в игре просто нереальная атмосфера Нью-Йорка и неплохой нуарный сюжет, за который нужно поблагодарить Сэма Лейка, он же помимо всего прочего и подарил своё лицо главному герою игры. Игра же встречает нас с обучением, которое так-то можно не проходить, но я всё же будучи 360-ноускоп геймером решил зайти, чтобы показать, на что способны геймеры в 2022 году и умер от инсульта жопы у ближайшей помойки. В эти ваши обучения, подумал я, и кинулся в сюжет, где мне предложили только одну сложность, ну знаете, как в одноимённом фильме с Фордом, и сразу же стартует та самая известная заставка. Ставил жирную точку в этой истории. Я знал палец с кулка, всё было кончено. После чего нас переносит на три года назад, когда Макс ещё не носил пальто поверх гавайской рубашки и был нормальным копом, который просто после работы хотел свалить домой к семье. Но тут, как обычно, неожиданно. Дома он обнаруживает бардак и раздаётся звонок. Причём, ответив на него, он сразу пытается вызвать службу спасения через человека, который ему и позвонил. What? На что ему отвечают. Больше сюда не пиши, блядь, от тебя, блядь, говной воняет даже, отсюда, телефона чувствую, блядь. И Макс, не пытаясь уже самостоятельно перезвонить 911, забивает на это дело и идёт наверх, где обнаруживает Нариков и убитую дочку с женой. Нееет. Хм, ну ничего такая официальная озвучка в 1С, да? Представляю себе, что бы было бы, если бы они озвучивали «Звёздные войны». Я твой отец. Нееет. В общем, после этого Макс становится печальным и нуарным парнем, который почти три года под прикрытием выслеживает тех, кто толкает эту дурь, из-за которой убили его семью. В итоге, его связной ПП говорит, что ему нужно встретиться в метро с другим связным корешком, куда мы и отправляемся. На станции же первым делом идём в толчок, ведь именно по нему всегда можно понять, какого уровня жопа ожидает главного героя. Там же Маск понимает, что что-то пошло не так. Да, ебать его в рот, блядь. И достаёт волыну. Кстати, заметьте, как разрабы умело подстроились под вайп-матрицей и сделали, можно сказать, левел-отсылку. Да, тут даже можно закосплеить агента Смита. В общем, находим единственного живого непися, которого случайным образом спасаем от расстрела. Тот же, в свою очередь, открывает нам дверь в пункт управления, и происходит это. Жаль, конечно, этого добряка. Ну, значит, получаем тут доступ к комнате, где можно подать питание на поезд. И вторая вещь, которую мы тут умудряемся получить... Это пизды. Ведь я уже как-то отвык от Макса Пэйна и баллистики из этой игры. После же подачи питания залезаем в поезд, чтобы скосплеить легенду. В тоннеле же находим бандитов, которые придерживаются какого-то плана. А чтобы понять, какой план именно, заходим в дверь и попадаем на следующий левел. По мере прохождения тоннеля понимаем, что мистер и бандиты прибыли на эту станцию, чтобы ограбить банк. Об этом свидетельствуют заряды, установлены на двери и огромная взорванная стена неподалеку. Застреляя вообще всех в хранилище банка, находим там то, что искали бандиты. А именно, облигации компании Эйзер. Ну, естественно. Используем его по назначению и выходим в метро. Где встречаем своего связного... Алекса? По мне, так у него должна быть другая погремуха. И все мы знаем его имя. Пока мы спокойно общаемся через решеточку, приходит неизвестный чел в плаще и убивает мистера Хайзенберга. Под грустную музыку. Макс понимает, что менты уже на подходе, а значит пора валить. И не просто валить, а прямиком в отель к шестерке босса Люпина. Где он вроде как был под прикрытием. Зайдя туда, Макс встречает двух бандитских корешков Финита, которые уже в курсе, что Макс мусорной. Да не может быть. И третий левел буквально начинается с небольшого боссфайта. По окончанию которого Максимка находит письмо, которое написано правой рукой Люпина. Так вот, в этом письме, написанном Винни, говорится, что прибывает какое-то чертило Рики. Ну что, Рихи, похоже тебя, нахуй тебя, нахуй тебя и нахуй твои ворота, понял? Для наблюдения за главной наркозделкой Века по продаже того самого наркотика, под которым убили семью Макса. Так называемого Валькирина. Я надеюсь, ты, мой дорогой зритель, еще не устал от подачи сюжета, потому что это только самое начало игры. Ну, значит, перестреляв подсосов Финита, я решил, что самое время посмотреть, что там за окном. И меня впечатлило, что игра, которая была выпущена еще в хер знает когда, так хорошо передает атмосферу зимнего Нью-Йорка. Немного позалипав, я решил двигаться дальше и увидел это. Кто-нибудь, пожалуйста, подскажите, зачем в кровати вибромотор? Ну, только если для этого. По радио же и по телевизору сообщают, что это якобы Макс убил мистера Хайзенберга. И, значит, его скоро найдут. Ну и... Не муд, пизда, не знаешь, что делать. Но я не отчаялся и пошел убивать Нариков, пока не наткнулся на номер того самого Рики. Этот хуесос напал на меня, я, походу, заболею бешенством. Тот же поставил недоловушку и оставил письмо, в котором ясно было понятно, что главный босецкий, чуть ли не Дон Корлеона местного разлива, знает о том, что все его люди торгуют наркотой. Продвигаясь дальше, находим комнату шлюшки, которая снимает на камеру все свои похождения. А в дневнике описывает какую-то женщину, покупающую кассеты с одноглазым Альфреда. После чего мы, наконец, находим выход. Но... Хер тебе в рыло, сраный урод! Это здание отеля еще не закончило с Максимом, а поэтому игра загружает новый левел. Все в том же отеле, только чуть пониже этажом. Здесь же не будет ничего примечательного, кроме этого. О, Рика, ты такой плохой мальчик. Ну да, тебе нравится? Другими словами, если бы действия игры разворачивались не в Нью-Йорке, а, допустим, в Пскове, это мог бы быть немного другой диалог. Да почему хуйся в рот? Я знаю, ты любишь отсасывать. Ну, значит, убиваем Рики. Блядь! И да, я знаю то, что он Рика, но для меня он Рики, мне похер. И его шалаву, которая записывала прону себя в комнате. После чего стремимся покинуть уже этот злосчастный отель. И прямо перед выходом находим подслушивающую машину говна, через которую мы узнаем, как правая рука Люпина, это Винни, если что, вовсю истерит, что пора убить Макса Пэйна. Но наш агент Маск же не дурак. И понимает, что у такой старой машины небольшой радиус, а значит, Винни где-то рядом в соседнем здании. И выбегает наружу, где стартует очередной левел. На улице же мы видим, как чёткий чел по имени Владимир. И с номером водка на Мерседесе. Ну, это нормально. Взрывает все здания, принадлежащие самому Люпина. Но это ещё не всё. В поисках Винни проникаем в здание через подвал. Через пару перестрелок на таксофон раздаётся звонок. Собеседник, назвавший себя Альфредом, сообщает, что... ГНК уже рядом. Ну, в смысле, полиция. И кладёт трубку. Чуть позже, Макс, при попытке сбежать от полиции, при поиске ключа от двери размером с голову, находит письмо, в котором Винни описывает кражу оружия у Владимира. Чем и объясняются взрывы. Веренос приводит на следующий уровень, который, в свою очередь, приводит на пожарный выход. Тот же нас ведёт в двор подворотни. А в этой подворотни можно увидеть бомжей в футболках зимой, которые жалуются, что им никогда ещё не было так холодно. Я себе уже всю задницу отморозил. Да ладно! Но примечательно здесь другое. Это то, что на снегу остаются следы от ног и от жопных перекатов. Ведь следы от жопных перекатов добавляют игре как минимум один балл. Немного пробежавшись по левелу, находим закрытую дверь в прачечную, в которой пропускают только по паролю. И игра нам предлагает следующее решение проблемы. Нужно забраться на последний этаж соседнего здания, чтобы запустилась эта заставка. Ты знаешь этих типов из прачечной? Я? Нет! Ну и зачем ты мне тогда нужен? Что? Нет! Из прачечной? Конечно знаю! Ну, а нас пыль. Пустившись с этим кучерявым к прачечной, тот называет пароль. Ну а дальше всё по накатанной. Пытаемся найти Винни, используя паркур, и находим. Причём стартует очень странная заставка, в которой Винни сначала разговаривает с Максом, находясь в метре друг от друга, и Макс просто решает пальнуть Винни. И вдруг неожиданно оказывается, что в комнате ещё были охранники, а до этого они игнорировали Макса, видимо потому, что им похуй. Расправляемся с охранниками и преследуем раненого в живот Винни. Догнав обосроша, тот косплеит фильм особо опасен. Недолго думая, Макс делает то же самое, что приводит нас к следующей главе, в которой Винни, видимо, решил, что он из фильма особо опасен, на поезде приехал фильм «Матрица». И спокойно так раненый в живот сделал сальтуху через забор. Макс, мягко говоря, шокирован, и этим отправляется за ним. Но больной ублюдок теперь решил, что он в России, и сделал следующий фильм тушами. Ну чё, родной рот, погнали нахуй! Ёбаный брод! А Максим говорит... Нихуя жми, блять! И теперь надо бы пойти посмотреть, что там и как с этим блондинчиком. И я увидел то, чего в игре быть не должно. Тут-то меня первый раз насторожила эта ситуация. Пробежая вниз, Полесина запустила странная заставка, в которой Макс смог шевелиться Акеон Альтаир в Assassin's Creed 1. Но в то же время бандиты атаковали меня раньше, чем заставка закончится, что заканчивалось закономерно. Тут мне пришлось прям Аке в фильме «День сурка» или «Грань будущего» импровизировать и предугадывать действия противника, и раза с десятого у меня получилось войти в перестрелку в заставке и не умереть до выхода из неё. Вот теперь заживём. Но буквально через пару минут меня ждал казус величайших масштабов. Ведь запустила заставка, в которой должен был бы быть Винни, но его там не было. Из-за чего игра не завершала заставку. И всё, тупик. Тут мне даже не помог Квиклот. Игра, камон, у меня к тебе есть вопрос. А какого хрена? И тут я предположил, что если я загружу свой прошлый сейв и перепройду всё по новой, то может игра разбагуется. Немного поплакав от того, что мне придётся опять пробежать весь левел, я принялся за дело. Опять бомжи, опять перестрелки, опять... Джон Ву! И опять погоня. И всё ради того, чтобы эта... Сраная! Сраная блядища! ...не допрыгнула, к сожалению, второй раз. Я расстроился, потому что, сука, автосейв шёл сразу после этой катсцены. А значит, придётся проходить всё по новой. Давай по новой, Миша, всё хуйня. Только засейвится саму прямо перед прыжком на поезд. И он опять упал. Как ты заебал, а? И вообще я психанул и пошёл вперёд. И знаете что? Эта падла стояла в этот раз в коридоре. И заставка внизу нормально сработала. А какого хрена? И с лифтом. И вообще я догнал эту мразь и выпустил в него патронов 200. Но Макс добрый чел и решил пощадить его даже после такой мощной фразы, как... Нас было трое. Я, пистолет и он. А всё потому, что Винни колется, что его босс Люпина скрывается в клубе Рагнарёк. Куда Максимка и направляется. Левел же оказался очень странным. Ведь это дерьмо не похоже на клуб, потому что здание выглядит так, будто там снимали вот это видео. И снова же на левеле добавили каких-то экспрессионистов, которые могут, так сказать... Пизды выдачить. Но не только они, так скажем, прокачали навык точности. Здесь любая падла может заманшотить главного героя. Пробравшись через непонятный мне левел дизайн, а под этим я имею ввиду тонкие балки, по которым надо пройти, и кучу противников, попадаем на алтарь, где разбросаны тексты с именами скандинавских богов. И вообще, как бы название клуба говорит само за себя. Сразу видно, чел угорел по году Вару и Вальхаля. Пройдя чуть дальше, открывается просто какой-то фронт против мужиков в чёрном, которые просто лезут минут 10 изо всех дыр. Как бы это ни звучало. И после того, как все мужчинки заканчиваются, выходит он. Маменькин сынок. В общем-то, загнав его в ловушку, убиваем Люпина. И на сцену выходит она, Мона, которая является близнецом жены Панчинелло. Это тот самый дон местного разлива. И я надеюсь, что ты, мой дорогой зритель, ещё не сошёл с ума от такого количества персонажей, потому что я уже... Ебанулся. В общем, у Макса и Моны общий враг, потому что Панчинелло плохой муж. И вот как бы она помогает сестре. Поэтому они решают объединиться и бахнуть по стаканчику. Но что-то пошло не так, и Макс отправляется в трип под воздействием наркотика. Кинули нас. Кинули. Именно вот таким вот образом Макса отправляет во вторую часть игры. И по совместительству в следующий уровень. Макс оказывается в трипе, причём довольно-таки жутком. Ведь помимо плачущего трупа младенца и прилипания к стенам, тут можно ещё и отвиснуть. Да, в трипе. Я не знаю как, но если сорваться с этой вот кровавой жердочки, то Макс умрёт. Видимо, из наркоты у Моны был не только Валькирин, но ещё и... Два мешка травы, 75 таблеток мискалина, 5 марок мощнейшей кислоты, пол соломки кокаина. И всё это, походу, она умудрилась незаметно подложить в стакан Максима. Заканчивается же такой блудняк тем, что главный герой начинает отходить, связанный на стуле. Перед ним стоит чел по имени Фрэнки Ниагара. Ниагара? Это потому, что ты любишь слёзы лить? После чего Макс получает пару раз по голове, а Фрэнки выходит передохнуть в бар. Чем мы и пользуемся, сломав стул и подобрав биту, которую нам любезно оставили. Как оказалось, на левеле находится куча врагов, и чтобы их победить, пришлось думать. И мой интеллект оказался сильнее, чем у искусственного. Подобрав пару пушек и более утоляющих, доходим до бара, где был Фрэнки. И тут в файте я ему показал, как надо страйфоваться. Не зря же я больше двух качасов набил в КС, да? Также чуть не забыл упомянуть, что до файта с Фрэнки был подслушан разговор. А именно смысл был в том, что Мона пыталась убить Панчинелло, и её поймали, и будут прям ужасно пытать. В общем, после изи-пизи победы над Фрэнком, Макс решает свалить по своим Пэйновским делам. Но тут его останавливает машина с номерным знаком водка. А оттуда выходит Владимир и предлагает сделку. Мол, его предали, и корабль со всем добром в виде наркотиков и оружия уже, можно сказать, спиздили. Главному герою же предлагают вернуть корабль в обмен на стволы. Как будто бы их тут раньше не хватало. Ну а Максим-то что? Максим соглашается и едет в порт. Сказочный долбоёб. Порту же нам явно понизли шанс к выживанию, потому что эти вот рыбаки дадут защику матёрым итальянским гангстерам. Ведь у них шанс попадания в главного героя процентов 50. Я уже с испугу начал сэвиться перед каждым мать его углом, этого контейнерного лабиринта. Ведь хрен его знает, куда и насколько смертельно попадут эти... Ебанаты! В одном из рядов находим контейнер, который можно открыть. В нём мы находим... Бабки, бабки, сука, бабки! И ствол с листочком, на котором написано «Мэр». Понять, что за херня тут готовится, пока непонятно. То ли мэра хотят убить, то ли в баню позвать. Хрен его знает. Охуена! Но мы продолжаем идти дальше, пока не доходим до большого склада, при заходе в который подгружается следующий уровень. Здесь же, в закрытом пространстве, эти обычные работяги с пушками выглядят куда ещё более внушительнее. Ведь тут им вообще на всё. Похуё! В них можно высадить до пяти выстрелов из дизертыгла. И отхватить... Пиздюлей! Помимо этого, к ним ещё и добавились сраные баскетболисты. Пройдя же этот склад говна, попадаем на улицу. И нам в руки опять дают снайперку. Используя кран как средство для передвижения, катимся вперёд, попутно отстреливая всех из винтовки. Пока не попадаем на ещё один склад, в котором... Долбят в задницу! И только после него попадаем на корабль, где мы должны найти человека, который предал Владимир. А зовут его Дайм. Что у тебя за имя такое дурацкое? Забавно, кстати, что разрабы представляют себе ходовую рубку на корабле именно вот так. Ну поняли, да, тут штурвал, прям как в Пиратах Карибского моря. Только металлический. Но не будем о грустном. Находим Дайма и видим, что в руках у него дробовик в закрытом пространстве. А значит, что игра решила нас переиграть. И заставить драться на своих правилах. Но я решил пойти против системы. Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Владимир же, в свою очередь, держит слово и отдаёт всё, что мы можем с собой унести. А унести мы можем многое, ведь Макс Пейнт по вместимости это примерно 3 четвёртых СиДжея из GTA San Andreas. А почему всего 3 четвёртых, а не полный СиДжея? Да, потому что в него, к сожалению, не влезает миниган. Перед запуском следующего левела пузырится застав, в который Макс просто тупо забивает стрелу пунчинелла. В его же ресторане, в надежде на то, что придёт сам босс. Сказочный долбоёб. Не успев сделать и шага в ресторане, всё вокруг начинает взрываться. И теперь нас ждёт говномарафон. Ведь эта игра, это не казуальное говно, где взрывы, это что-то эфемерное, заденет главного героя, только если совсем затупить. Нет, здесь совсем не так. Так что без 100 грамм и нужного тоста здесь не обойтись. За ваше здоровье и за моё очко. Например, если в этом коридоре немного, сука, на секунду не словить тайминг, то можно убиться нахер вот этим стеллажом. Пробежав же весь ресторан говна, видим единственный выход через подвал и канализацию. Но не всё так просто, ведь проход опять охраняют дрочилы, для которых промахиваться непозволительно. А поэтому разрабы тут всё просчитали и оставили открытый камбузный лифт. Ну, что сказать. Выбежав из канализации, нас встречает уже наш кореш Владимир, который говорит Лол, ты чё, дебил? Поехали, я тебя отвезу в поместье Панчинелло. А чё, так можно было, что ли? И тут есть небольшой такой вопросик. Зачем вообще нужен был этот левел с рестораном, если можно было сразу попросить Владимира отвезти себя домой к Панчинелло? Зачем нужен был этот лишний гемор, а? Ну да ладно. Ну и хуй с ним. На запикселившемся левеле Макс обнаруживает Море крови, ты знаешь, что такое море крови? Ты, наверное, не купался в этом дерьме. И решает идти до конца, надеясь, что это всё натворила Мона. Также Максим понимает, что дом охраняет Трио. Это какая-то убер-жестокая банда из трёх типов. Ну, а Максиму-то что? А Максиму... Похуй, ё. И мы идём вперёд. Геймплей в доме нас ожидал почти такой же, как и в складских помещениях. То есть каждый новый угол проходился методом проб и ошибок, задрачивая кнопки Quick Save, Quick Load. Но разрабы решили выпендриться и воткнули чела в самые мерзкие углы помещений. Там, где их совсем не ждёшь. А также за укрытие. Поэтому хочется им пожелать от всей души... Думаю, ёлки плюс эти... И, народ, прикиньте, я реально думал, что вот это вот Трио будет сложно победить. Оказалось, нет, это Трио сосёт, в отличие от вот этого. Этим козлам хочется сказать только одно. Иди-ка ты нахуй. А твои дружки пусть бегут перед тобой. А теперь давайте по порядку. Эта троица взялась тут не просто так. Она появилась почти сразу, как мы нашли Пунчинелло в своём кабинете. Он что-то там бормотал про какую-то женщину из правительства. И вот тут вот уже ворвались они. И... Я ещё удачно сайванулся и потребовал всего каких-то попыток 50. Чтобы не откинуться за полсекунды. А откинуться за одну, за две, иногда за пять. Но я, будучи киберспортсменом в пятом поколении, выкрутился. Ну, молодец. Завалил-таки кабана. Ну, в смысле кабанов. Но, буквально открыв следующую дверь, я попавсь. Ведь тут стояла эта женщина с ещё большим количеством мужчин в костюмах. Что означало только одно. А Макс произносит гениальную фразу. Рано или поздно обнаружилось, что леди Удача — обыкновенная шлюха. А у тебя закончились наличные. Старая кошёлка вкалывает в нас смертельную дозу Валькирина. И отъезжает в какую-то холодную сталь. А мы отъезжаем в трип. И по совместительству в следующую третью заключительную часть игры. И поначалу трип показался мне даже рофельным. Ведь Макс первый раз находит записку на столе у Панчинелла, где сказано, что его жизнь — комикс. Потом второй раз, где сказано, что его жизнь — это компьютерная игра. Как бы разрабы решили немного поломать четвёртую стену для героя, что я нахожу очень забавным. Особенно описание того, что видит Макс. Картинки или индикация на экране. Но всегда есть но. Я уже как-то говорил, что в прошлом трипе приходилось ходить по этому кровавому парапету. Так вот, он опять появляется. Так ещё и мало того, что он весь залаганный, потому что просто невозможно завернуть на повороте. Главный герой во что-то всё время упирается невидимое. Так ещё и Макс просто не прыгает. Я прошёл через все этапы неизбежного по отношению к этой игре. Отрицание. Не может быть. Гнев. Сука! Я тебя выебу нахуй! Торг. Вот тебе сотня долларов, чтобы ты отъебался! Депрессия. Почему так нахуй? И конечно же принятие. Я просто как идиот прыгал на месте, пока Макс не прыгнет как надо. В итоге этот... Какой иисус! Просыпается ки обычная шалава после клуба вся в блевотине и не может двигаться. Но тут он вспоминает про словосочетание «холодная сталь» и начинает движение в сторону завода на некст левел. На удивление, весь уровень на заводе был обычным, вообще без никаких приключений. Ну да, мобы стали ещё сильнее, чем были. Но везде валяется кольт и патроны к нему, что нивелируют всю опасность. А также порадовала концовка левела. Это совпадение. А вот уже уровень ключи к загадкам оказывается таким же серым и однообразным, как и предыдущий. Единственное, что сюда добавили, это мины. Тут буквально всё в них, какую бы дверь ни открыл. И газовые трубы, которые надо обходить. В этом говновороте мин, чела в масках и газовых трубах, Максим узнаёт, что надо идти к подъёмнику Д-6. Ведь при виде Макса Пэйна на секретном объекте враг запустил подготовку к процессу самоуничтожения. Вот это поворот! И мне ещё нравится, что решающий всё только пушкой и иногда, не думая головой от слова совсем, Макс Пэйн, сравнивать себя с Шерлоком Холмсом. Мол, какой же я хороший детектив, что нашёл это место. Хотя единственный детектив, с которым посоревнуется Макс, это Бэдмен. Я величайший детектив. Проехавшись на подъёмнике на следующий уровень, видим буквально-таки агентов из Матрицы, которые с перекошенными рылами добивают остатки охраны и запускают тот самый процесс самоуничтожения. Разобравшись с ними, Макс замечает на полу лого с буквой В и мечом. И понимает, что у наркоманов идентичное лого, только вместо меча шприц. Нихуя жми, блядь! Дальше нам предстоит унылая перестрелка в кулуарах этой лаборатории, ровно до того момента, как надо пройти сквозь шлюз дезинфекции. Ведь для этого нам нужен второй чел, которого мы и находим этажом ниже в тюрячке. Чел в халате решает нам помочь, так как человеку со стволом сложно отказать. Ну и по ту сторону шлюза Макс находит комплюктер с историей проекта Вальгала. И узнает, что исследования, которые начались в 91-м году по увеличению мужской силы, в смысле солдатской выносливости, провалились. И были прекращены в году так в 95-м. Но кто-то решил нелегально продолжить так называемые исследования и выпустить препарат на улицы. В итоге, испытуемых высели рядом с домом Макса, как раз три года назад. Совпадение? Не думаю. Тут же начинается обратный отсчёт и приходится бежать из секретной лабы. И, конечно же, в последний момент всё взрывается. А крутой главный герой даже не поворачивается, потому что только говнори оборачиваются на взрыв. По пути на следующий уровень Макс собрал пазл говна из маленьких кусочков говнеца. Пока не понял, что это был уже не пазл, а целый шпатель говна, который над ним навис. Хорошая аналогия с говном Рик. Не успев отойти от всего в кафе, ему звонит его связной ПП и предлагает встретиться. Тут же главный герой понимает, что о его встрече со вторым связным мистером Хайзенбергом знал только он. Так как сам ПП и назначил встречу. И тут его осенило, кто же раскрыл его легенду и кто убил мистера Вайта. И, пожалуй, я величайший детектив в мире. Но на встречу он всё равно приходит и говорит. Что означает ПП? Поршивый предатель? Тут же запускается заставка, как ПП сваливает. А Маску опять приходится не очень-то и сладко. Ведь всё это было спланированная засада. Ну, в общем-то, как всегда. Я же говорил, что Макс не особо-то умный человек и всегда попадает из-за этого в самую жопу. В общем, левел построен следующим образом. Так как мы с ПП трепались на парковке, а именно на самом её последнем этаже, то и погоня за ПП будет происходить на этом же парковочном комплексе. Но всё очень банально. Каждый раз, когда мы спускаемся на этаж ниже, выезжает чёрный фургон. Из него стреляют, а потом выбегают противники. На раз с пятой что-то происходит, и фургон переворачивается. Из него выбегает ПП, с которым начинается недобоссфайт, который очень легко выигрывается. И тут опять раздаётся звонок. Звонит тот самый Альфред, который приглашает Максима на рюмку чая. Встретившись, Альфред знакомит нас со своими корешками. И говорит, что вы уже знакомы с проектом Вальгал. Но суть в том, что Николь Хорн, это та бабка, и по совместительному президент Эйзер Корпорэйшн, сама продолжила эти испытания и выпустила препарат на улице. Мол, она во всём виновата. Но сделать никто ничего не может, потому что она очень богатая и влиятельная, и под ней там чуть ли не весь Нью-Йорк. Вот сука, хитрый жопая. Деды в комнате предлагают Максиму замять дело, помиловать и защитить. Взамен Максимкин должен избавиться от старухи. На этой самой фразе наши агенты из фильма «Матрица» забегают в комнату и начинают палить по всем. Мы же успеваем выпрыгнуть в окно, где и стартует следующий уровень. Немного побродив по локации, мы натыкаемся на камеру наблюдения, по которым видим, как Альфред после перестрелки спокойно встал и ушёл. Ух, сука, ты меня не видел. Но это ещё не всё. Из находок была кассета. Ну, помните, в начале игры мы были в гостях у Шаболды, которая тайно записывала свои встречи с каким-то одноглазым Альфреда? Так вот, этот Альфред, который нас сюда привёл, он и есть. Да ладно! Помимо кассеты, Максим ещё увидел самую важную хреновину для осуществления своей личной вендетты. Это план здания Ether Corporation. Ну, знаете, он просто чисто случайно лежал в кабинете Альфреда. Ну, прям на столе. Это совпадение. В общем, со всей этой инфой мы переходим на левел под названием «Как играть в Монополию». Как оказалось, это был один из тех скучных уровней, где ничего не происходит. Главному герою просто нужно сбежать из этого здания. Так же, как мы уже сбегали из отеля или завода. Ну, то есть, просто бегай и стреляй. Пробравшись, наконец, через все препятствия на свободу, Макс едет к главной злодейке в здании Ether Corporation. И весь его план состоял в том, что надо зайти с парадного входа и просто всех перестрелять. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Учитывая даже ту информацию, что он нашел на столе у Альфреда. Понимаете, его вообще не волнует, что там будет целая армия, которая его ждет. В принципе, как и не волнует план здания. Все, что он оттуда взял, это только где находится офис Хорн. Сука, дебил. Ну, это все потому, что он дед инсайд и вообще как бы... Страха я не чувствовал. Страха нет. Хрен уже с ним. Предпоследний финальный левел уже начался. И я как-то вначале говорил, что разрабы умело использовали локации из фильма «Матрица», что можно еще увидеть здесь. В общем, все, как и ожидалось. Огромное количество противника с кальтами, с гранатометами и с кучей ХП за бортом. Но это еще не все. Тут будет применен новый прием разрабов. Вот такие вот лазеры, через которые надо перепрыгивать. Не то, чтобы это сложно, но это просто что-то новое. Также тут будет непобедимый босс-вертолет, с которым невозможно сразиться. От него надо будет только прятаться и бежать. Что как бы делает из такого опасного противника обычного лошка. Пробежав все это дерьмо, Макс находит ни много ни мало цельный компьютер Хорн. И там, казалось бы, могли бы быть ответы. О чем сам Макс-то и говорит. Но просто берет и стреляет в монитор, думая, что уничтожил комплюхтер. Да, ебать его в рот, бля. И если опустить всю шелуху и нелогичность главного героя, то не проходит и пяти минут, как, наконец, Макс встречает старую ведьму, которая говорит, что ничего бы не было, если бы твоя жена не залезла куда ей не надо. И вот весь пазл теперь сложился. Хорн, конечно же, убежал на крышу на финальный левел. К тому моменту, откуда как бы началась игра. Мы же преследуем ее. Но добраться до нее не выходит. А Макс же размещает своим соколиным глазом вышку связи, которая держится на честном слове. И у нас есть время, пока бабка пытается есть вертолет и улететь, сбросить в ее сторону вышку. Для этого обстреливаем два троса и с гранатомета стреляем в саму вышку. Бабка падает в вертолете вниз, нас пакуют менты, а из толпы нам улыбается тот самый Альфред. На чем игра и заканчивается. Ну и что хочется сказать напоследок. Игра с точки зрения механики, геймплей и атмосферы это 10 из 10. Это даже не обговаривается. Даже сейчас, в 2022 году. Но есть один небольшой минусик. Это некая нелогичность в действиях Макса. Например, тот же ресторан, в котором он хотел встретиться с Пунчинелло. Ну зачем вот туда вот идти? Когда ты уже закорешился с Владимиром, который может тебя отвезти прямо к его усадьбе. Что они и делают в следующем левеле? Или вот нахрена стрелять в монитор, как бы думая, что ты сломаешь так компьютер? Да и вообще, зачем в него стрелять? В общем-то, в этой игре есть небольшие минусы. Но прям очень хочется выставить игре 9 из 10. Потому что эта игра сделана даже слишком хорошо. За что студии Remedy можно выразить большую благодарность. Ну а на этом все. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...